Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Роскосмос планирует в этом году изучить вопрос изменения организма человека для полетов в дальний космос. Об этом агентству ТАСС рассказал исполнительный директор Газкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блашенко. По его словам, будут открыты научно-исследовательские работы по трансформированию человека на уровне генной инженерии и клеточных технологий, а также по медицинскому воздействию на отдельные органы. В частности, планируется создать медицинские препараты, которые позволят организму справиться с влиянием космической радиации на нервную систему. Уже есть наработки по временному изменению свойств организмов-грызунов, им вводят препарат, после чего у организма на какое-то время появляются «сверхспособности», рассказал он. К исследованиям собираются привлечь Российскую Академию Наук, Институт медико-биологических проблем РАН, Федеральное медико-биологическое агентство и медицинские учреждения Минздрава. Результаты исследований «Роскосмос» готов забрать на внедрение. В сентябре 2020 года ученые рассказали о влиянии длительного пребывания в космосе на структуру головного мозга. В результате нахождения в невесомости в течение определенного времени распределение белого и серого вещества в мозге изменяется. Также увеличиваются желудочки головного мозга, и в них становится больше спинномозговой жидкости. Исследователи полагают, что таким образом нервная система приспосабливается и уделяет больше внимания тем областям мозга, которые отвечают за контроль движений и ощущение положения различных частей тела относительно друг друга. Ранее российские исследователи вместе с коллегами из Канады раскрыли влияние полета в космос на белковый состав крови. В частности, они установили, что организм человека реагирует на невесомость как на болезнь, а иммунная система включает всевозможные защитные механизмы.